Всем привет, мои любимые, дорогие! Меня зовут Юля, я живу в Анталии. Сегодня, знаете, хочу с вами поговорить об осуждении. Как бы, скажем так, какой-то невинный такой грех. Ну что, ну там, посидели с девочками, обсудили, перемыли кости друг к другу. Ну как бы никому вреда от этого нет. Есть. И даже не тому человеку, о котором вы обсуждали сейчас. Вообще. Вот тому человеку, если вы сделали какие-то неправильные выводы насчет его поведения, вообще ничего не случилось, даже пошло в плюс. То есть, если вы на кого-то сказали неправду, ему смылось и его грехи. Да. Вы скажите, как это? А вот так. Чем больше вы наговариваете на другого человека неправды, тем больше грехов ему смывается. Ну, вы на себя натягиваете это все. Почему? Ну, потому что, например, человек украл что-то, вы это увидели. И вы пошли всем рассказали, обсудили это все, обсмаковали, вот какой нехороший. Этот человек вернул и раскаялся очень сильно. И каждый день молится Богу, чтобы он простил ему за этот грех. Этого человека Бог простит, а вас нет. Ну, потому что вы неправду начали на него говорить. Ну, он же это сделал, но он раскаялся. И единственный, кто может осуждать наши грехи, это Бог. Единственный. Все. У нас этого права нет. Когда вы начинаете осуждать, пацаны, сатана, начинают в вас входить. И потом вы, вами руководят вот эти все нехорошие силы. Ну, бывает же такое, накричала на кого-то, и потом думаешь, да зачем я накричала, Господи, ну зачем это надо было? Потому что вы разрешили какой-то сущности в вас войти. И она вами руководила. Очень много, что мы делаем в жизни, это то, что нам наговаривают, нам шепчут. Это не мы. Но мы это слушаем, потому что мы где-то кого-то осудили. Мы где-то на кого-то накрикнули. И опа, мы сделали такое действие, которое, в принципе, в других обстоятельствах мы бы в жизни не сделали. Мы бы не обидели этого человека. Зачем? Он же ведь хороший. Ну, что ты там не так сделал? Но мы не сконтролировали. Мы не смогли, потому что мы из-за наших грехов, падений, мы даем ключики от дверей, которые открывают нашу душу. То есть всегда наш ангел нас защищает. Бог не допускает к нам что-то плохого. Но когда мы начинаем грешить, Бог говорит, ну ты сама захотела. То есть, пожалуйста, это твое решение. То есть только наше решение согрешить нам или нет. И Бог это попускает. Потому что, ну, если Он будет всегда закрывать, защищать, то ты до какой степени ты обнаглеешь? Нет, ты за каждый свой проступок должен отвечать. Каждый раз думайте, что вы говорите. Думайте. Потому что даже мысли, они наказуемы. Да, вы скажете, ну я же ничего не сделала, я ничего не сказала. А муж так раскричался, раскричался на меня. А я же вообще хорошая. Я же вообще просто тихосенько стояла и вот это что-то готовила. А душа-то его знает, что вы в середине, понимаете, у вас бурлит все. У вас вот эта ярость. Обида – это скрытая ярость. И когда вы что-то хотите сказать, ну я не буду ничего говорить. А душа-то мужа, она все это чувствует. И он начинает психовать. Такая, ничего не сказала. А он распсиховался. Да потому что он почувствовал, что внутри тебя какой-то пацан заселился. Обида – это тоже страшный гнев. Это очень страшный гнев. Лучше выскажите. Ваше право было его за это наказать. Вы не сделали, вы обиделись. Это хуже. Лучше накажите. Раскричитесь. Вылейте на него ведро воды. Понимаете? Что хотите сделать, но только не обижайтесь. Только по-честному. Вот будьте честны друг с другом. И тогда у вас все будет хорошо. А если, ну, скажите, Юля, а измена? Измена. Ну, измена – это, конечно, вы должны сесть и подумать. После истерики, после пробежки вокруг дома 10 раз. Если вы хотите с этим мужчиной быть вместе дальше, ну я не знаю, как после такого можно быть. Ну, всякое бывает. Понятно, что вы должны простить. Это в любом случае. Будете вы с ним или не будете, вы не можете обижаться. Мы тоже грешны, у нас тоже есть грехи. Ну, я бы, конечно, такое не оставляла. Я бы сделала скандал. И, ну, там, минимум 3 месяца, чтобы он извинялся. И подарки, и то, сё. Не потому, что это мне надо. Нет. Чтобы человек запомнил и больше этого не делал. А если вы просто скажете, ну, я обиделась. Ну, всё, он второй раз пойдёт. А, я ей цветы принесу один раз, и хватит. Нет. Выгонитесь дома, рассоритесь. Тогда, если он захочет вернуться, тогда будет какой-то толк. А так нет. То есть, ещё один грех обговорили. Обида вот эта. Уныние. Это уже говорила. Ни в коем случае не плакать. Сразу думать, что делать. И самый главный, самый огромный грех, это если у вас идёт неуважение к родителям. Это просто. Чтобы вы понимали, эта заповедь идёт перед убийством. Ну, убийство я не буду обсуждать, это слово, ну, понятно. А это идёт перед убийством. Если вы не звоните маме, да, забыли о папе, вообще наплевали на ваших родителей, ничего хорошего у вас в жизни не будет. Вообще, по нулям, если не в минус. Потому что эти люди вас воспитали. Они дали вам жизнь. Они поставили вас на ноги. И Юля, они ничего такого не помогли. Да они родили тебя. Знаете, хочется говорить, закрой рот. Они родили тебя. А могли сделать аборт. Всё. Ты не голодная, не холодная. Ты выросла. И поэтому, говорит, они ничего не сделали. Серьёзно. Родишь своего, посмотришь, как ничего не сделали. Бессонные ночи не спать, сидеть возле кроватки. И всё время, которое ребёнок маленький, мама посвящает ему. Всё, у него нету своей, скажем так, какой-то, ну, кто успевает, слава Богу. Но я не считаю, что правильно сдать всё нянечке и пойти дальше работать. Это я не считаю правильным. Потому что, ну, тебе Бог дал этого ребёнка. Скидывать на кого-то другого. Идти делать что-то другое. А зачем тогда это всё? Зачем? Бог тебе дал эту душу. Ты должна воспитать. Понимаете? И если вот это всё, мама прошла, она поставила ребёнка. Ну, может, не было много денег. Без разницы. Вы должны каждый день благодарить Богу, что у вас были эти родители. Что у вас есть эти родители. Потому что он ничего хорошего у вас не будет. Ещё такие маленькие, маленькие, извините, большие грехи мы с вами сегодня обсудили. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Вы учтёте, посмотрите свои действия, свой характер, свои поступки. Это тяжело, потому что мы всегда думаем, что мы всё правильно делаем. Да, ну, как бы никого не убили, слава Богу. Нет. Без этого мы ещё много что грешим, много что неправильно делаем. И для того, чтобы всё-таки спасти нашу душу, мы должны это всё учитывать, продумать, поразмыслить и помочь себе самим спастись. Целую вас, люблю и обнимаю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok